дорогие друзья приветствую вас на канале ланат я продолжаю серию видео о выращивании ампельного катарантуса из семян все видео на эту тему будут размещены в плейлистах под названием ампельный катарантус так что кому интересно вы можете заходить сразу в плейлисты смотреть там новое видео о выращивании этого прекрасного цветочка из семян ну а также оставляю сейчас вот ссылочку верхнем правом углу в первом закрепленном комментарии и в инфобоксе в этом сезоне ампельный катарантус я села 6 января когда вам лучше сеять ампельный катарантус вы наверное будете высчитывать самостоятельно уже исходя из региона где вы живете я проживаю подмосковье и через 10 дней катарантус у меня выглядит вот так и чтобы он себя более уверенно чувствовал как видите он вытягивается достаточно сильно вытягивается я подсыплю ему немножко грунта ну поэтому когда сеете не засыпайте контейнер до краев чтобы было место для подсыпания земли вот так это выглядит уже под самые 7 дольки практически я засыпаю грунтом уже показываются настоящие листочки так как катарантус у меня до сих пор стоит еще накрыть таким же пластиковым контейнером я просто опрыскиваю растение я не поливаю просто слегка опрыскиваю грунт еще влажный и излишней влажность ему не нужно проходит еще почти неделя и катарантус практически весь уже здесь развернул свои настоящие листочки есть конечно тут вот запоздалые экземпляры но тоже видно уже что листочки там разворачиваются и как видите вот несмотря на то что я его заглубляла он все равно опять уже вытянулся ну вот такая у него особенность да вот от 6 января был пассив катарантус вытягивается поэтому сейчас я буду его пикировать уже по отдельным стаканчиком в принципе можно было бы конечно оставить еще так катарантус в этом объеме подсыпать ему еще земли но рекомендует все-таки делать пикировку катарантуса до 20 дней после всходов ну вот так считается что уже на 20 день происходит закладка цветочных почек и чтобы этот процесс не прерывался никак и чтобы растение потом было очень пышно красиво цветущим все-таки рекомендуют пикировать катарантус до 20 дня после всходов пикируя по 200 граммовым стаканчиком опять таки вот не плотно их набивая то есть земля сейчас осадит и там будет опять пространство для того чтобы можно было потом подсыпать потому что все-таки катарантус будет все равно потом подтягиваться грунт здесь обычный универсальный грунт желательно чтобы у него была конечно пониженная кислотность не любит он кислотную почву катарантус делаю обычно отверстие посерединке здесь заглублять буду опять по самые семи доли ну аккуратно вынимаете по одному растению кто чем вынимает принципе у кого что есть у некоторых экземпляров очень длинный вот такой вот корень основной и для того чтобы удобнее было его сажать чтобы этот корень не заворачивался я такие экземпляры буду прищипывать достаточно же хороший корешок к этому моменту у него образуется и теперь сажаю заглубляя по самые семи доли я рассадила распекировала весь катарантус и теперь для того чтобы он быстрее укоренился все-таки нарушение было я добавляю вот такой раствор укоренита это примерно где-то его использую 1 грамм на литр то есть вот рассчитывайте там буквально прям крошка нужно немножко совсем и проливаю с этим раствором катарантус катарантус теплолюбивое растение любит жару любит солнце поэтому конечно ему нужно постараться такие условия предоставить иначе он все-таки будет дальше продолжать вытягиваться но и вот буквально на следующий день после посадки видно что он опять подтянулся ну пока я присыпать не буду землю я сейчас его просто чуть-чуть повыше подниму на полке то есть сам вот этот весь контейнер в котором находится катарантус я подложу туда еще что-нибудь чтобы он был повыше к лампам так лампы у меня здесь обычные обычная лампа по-моему 18 ватт возможно ему это недостаточно и я его просто вот повыше под него что-то подложу сейчас во первых от ламп от этих идет тепло но и побольше света будет я надеюсь что так он будет меньше тянуться ну а на сегодня это все огромное спасибо всем тем кто поддерживает мой канал лайками и комментариями кому нравится цветочная дачная садовая тематика приглашаю подписаться на мой канал не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропустить мои очередные видео до новой встречи друзья субтитры создавал DimaTorzok и